Здравствуйте, дорогие друзья! Самое красивое время в садовом центре и вообще в каждом саду, потому что зацвели гортензии, почти все сорта уже зацвели. Есть самые ранние, это Дентель де Гарон, уже отцветает, мы его стрижем. И есть более поздние сорта, например, Тачуф Пинг, он еще не зацвел, но все остальные сорта практически зацвели. У нас 88 сортов гортензии. И самое большое количество именно метельчатых. Они абсолютно неприхотливые, то есть выдержали мороз минус 43 и еще жару плюс 43. Наверное, следующая волна жары, которую мы ожидаем, будет последней в этом году. Лето было не просто жарко, такое было пекло, но гортензии все выдержали, видите? Все абсолютно зеленого цвета. Часто задают вопрос, почему у меня гортензии там с желтыми листьями? Первое. Полив ежедневный, на участке ежедневный обязательно. И подкормки. Весной мы дали первую подкормку это с макотом, но сейчас уже добавляем плантофит. То есть вы можете взять все удобрения, которые содержат калийно-фосфорные. Сейчас уже можно дать монофосфат калия. То есть нам нужно сейчас уже калийные и фосфорные удобрения. Для чего? Чтобы дольше растения цвели. Азота даем меньше. Нам рост уже не нужен растений. Хотя, посмотрите, вот здесь если годовой прирост получился, наверное, около одного метра. Мы даже с агрономом в этом году обсуждали, почему такие получились высокие. Мы же все растения кормим осмокотом. Видимо, из-за жары очень быстрое пошло усвоение удобрений. И они вымахали в этом году больше, чем когда-либо. Пекло, жара, удобрения и, конечно, полив ежедневный. Вот они сделали свое дело. Видите, все листья здоровые. Но самое главное, сейчас нужно уберечь все растения, неважно, однолетние цветы, многолетние цветы, кустарники, именно от паутинного клеща. Жара стоит. Паутинный клещ, к сожалению, размножается с космической скоростью. Здесь в первую очередь используют октору. Конечно, у нас есть другие препараты, которые мы используем в промышленных масштабах. Но я вам посоветую использовать октору. Вы можете и пролить, и можете побрызгать именно окторой. Она спасет ваши растения от паутинного клеща. Самое главное, тлю мы можем увидеть все сразу. А паутинный клещ уже когда сделала свое дело. Когда листья пожелтели, хвоинки пожелтели, и мы обнаружим паутинный клещ. Поэтому не ждите, сделайте лучше профилактику. И хочу сегодня еще сказать про газон. Посмотрите, изумрудно-зеленый газон. И у меня на даче тоже. Ведь две подкормки мы уже сделали. И на этой неделе мы делаем третью подкормку газона удобрением. Но мы берем сейчас уже осеннее удобрение. Весеннее удобрение мы же не используем. Где в осеннем удобрении больше содержания фосфора и калия. И следующую подкормку мы сделаем после 15 сентября. Это уже будет последняя подкормка. То есть все газоны мы подкармливаем и у себя на даче, и здесь мы газон подкармливаем 4 раза за сезон. Первое – две весенние подкормки и две осенние подкормки. И мы косим один раз в неделю. И тогда вы увидите замечательный, красивый изумрудно-зеленый газон. Часто появляются сорняки на газонах. Без этого, конечно, не бывает. Но на помощь к нам приходят два препарата. Есть лентур. Лентур обрабатываете, убивает все сорняки, оставляет только злаковую культуру. Единственное, обработку лучше сделать после укоса. Скосили – обработали, скосили – обработали. И если какие-то места, скажем, немного оголяются, ничего страшного, можете подкормить, и газон затянется. Здесь сейчас у нас 24 сорта гортензий. Мы сделали такой демонстрационный сад, чтобы все наши покупатели, наши посетители могли увидеть, как будут выглядеть гортензии уже взрослые. Передо мной, конечно, самарская лидия. Вот целый ряд самарской лидий. И видите, как она отличается среди всех. Все они хороши по-своему. Есть низкорослые сорта. Вот она, Little Lime, Bobo. Есть среднерослые, есть высокорослые сорта. То есть, когда выбираете гортензии, нужно знать, какой высоты вырастут растения. На всех площадках нашего садового центра, и около Амбара, и на Управленческом, и на улице Главной продаются все сорта гортензий. Многолетние цветы, кустарники, хвойные, удобрения. Все средства защиты растений от вредителей. Мы желаем вам здорового, красивого и цветущего сада.